Рак Как обычно, сейчас постараюсь закрепить Привет, привет Сейчас как обычно дождемся пока дойдет народ Привет, Тандыр Здарова В общем, нормально народу собралось Я хотел поговорить, в принципе Провести такой коллоквиум что ли С вами после событий 25 марта После событий в Балакаламске И всей этой байды Потому что, я так понимаю Люди Я думаю, очень многие люди Не догнали моей позиции Которую я здесь Оставил в инстаграме В посте И мне кажется, у людей есть вопросы Да Я уронил 5-килограммовый, блин, себе на ногу У меня там микротрещина Поэтому Я 5 дней ходил ребром И, ну типа, сейчас до сих пор хромаю Это меня просто спрашивали в инстаграме Типа, что я хромаю Я просто здесь не рассказывал Вот В общем Ничего сказать Хочу Пару Ебаный рот Моментов Во-первых, повестка выйдет 1-го числа Я хотел ее перенести Но К сожалению К сожалению, релиз уже дошел до Площадок И я этого сделать не смогу Никак Я 2 дня пытался Изъять С магазинов Релиз Я этого сделать физически не могу Пока он там не Разместится Вот, поэтому Не обижайтесь на меня, если что Ну, то есть, вы могли на меня обидеться То, что я перенесу релиз А Потом случилось То, что случилось 25-го И я подумал, что будет неуместно 1-го апреля его выставлять Хотел его изъять Не смог изъять Вот Завтра, кстати, анонс, которого вы очень давно ждали А теперь Теперь давайте поговорим В принципе, я хочу немножко Просветить публику Которая у меня здесь Находится И начну, наверное, с той мысли, что Ребят, сейчас я поотвечаю на реплай Кто тут впервые Кто редко заходит Я поясняю такую тему Что когда Беру какой-то блок вопросов Я его сначала освещаю А потом Отвечаю на реплай Чтобы не забиваться с мыслью В общем Блять Мне не нравятся мои волосы Я просто возьму и сделаю Вот так Кайфик В общем Пиздец Еще хуже стало Первая мысль, которую я хочу донести Здесь По поводу того, что Нужно ли смешивать Творчество с политикой Ну и в принципе Насколько это Легитимно То, что человек Артист Высказывается насчет Каких-то там проблем Я так полагаю, что Подписки Вот это сейчас ваша реакция Это что вы здесь сидите Это Трата энергии Покупка музыки Это трата энергии Комментарии Это трата энергии Покупка билетов на концерты Это трата энергии То есть По сути Вы вкладываете свою энергию По кусочку Каждой меня Таким образом составляете меня Как артиста Я считаю Несправедливым Скрывать свои позиции Дабы вы знали точно За что вы по сути голосуете Своей энергией То есть У вас есть выбор То бишь Если вам не нравятся мои позиции Относительно каких-то вопросов Вы можете спокойно отписаться Вступить со мной в дискуссию А я буду только рад Эти дискуссии проводить Потому что Я считаю Люди становятся Куда лучше В ряду дискуссий Вместо молчания ненавистного По отношению друг к другу И Поэтому я считаю Оправданным Мои высказывания в твиттере И мое высказывание В инстаграме По последним постом Связанным Со скорбью В отношении Кемеровчан Что я хочу сказать В принципе Насчет ситуации Которая происходит сейчас Мне Очень много людей Предъявляло За то что Я как-то радикально Сказываюсь Что мне стоит молчать И тому подобное Я думаю что Предыдущим Блоком вопросов Я это Я эту Эту проблему снял С повестки дня Почему мы переходим дальше А переходим дальше мы К следующему вопросу Я так понимаю Очень много людей В принципе не Осознают Как функционирует Государство Как функционируют Социальные институты И слабо разбирается В том Кто кому чего должен Я не знаю Для кого-то это будут Абсолютно банальные вещи Которые я сейчас скажу Для кого-то в новинку И я так понимаю Для большинства В новинку В новинку Одна мысль то что В сути все Государственные чиновники Это не наши правители Это управленцы Это наемники Наемники народа В общей сложности Когда вы Идете куда-то работать Или покупаете Какой-то продукт Пользуетесь каким-либо благом Вы платите налог Из этих налогов Складывается бюджет Который государство распределяет Таким образом Роль Управленцев Не правителей Управленцев Грамотно разделить бюджет И распределить его Я понимаю что для многих Это банально сейчас Это такая супер верхушка Просто очень многие люди Этого не понимают почему-то Потому что очень многим людям И со школы И с универа Внушают то что Это они должны Перед кем-то там выслуживаться Вот Великолепный пример Это учеба в университете Где вы ходите Кланятесь преподавателям Выслуживаетесь Перед ними Лизоблюдствуете Дабы они поставили вам зачет Или нормальную оценку Чтобы вас пропустили Там на следующий семестр Или вы там Сдали условный гос Были допущены Хотя бы к ним На госах там уже особо Коррупции то и нету Вот спешу напомнить Людям которые Так себя обманывают Что Это вы Либо государство То бишь Собранные налоги Граждан Оплачивают обучение И это вы Платите зарплату преподавателям Которые Которые вас обучают Поэтому Можете спокойно Их ебать в рот У каждого университета Есть устав И у нас есть Законодательство Если к вам несправедливо Относятся преподы Идите Подавайте на них в суд И требуйте Спокойной сдачи Ваших зачетов Экзаменов И бите их в рот Потому что Они живут На ваши деньги Или на деньги Ваших родителей Или на деньги Ваших соседей Так вот Это такая Отправная точка Так как Общество С детства И в течение В принципе Ну Подготовки Вступления во взрослую жизнь Обучают Быть Буквально рабами Ощущая даже в универе Эту давку Люди не понимают Роль управленцев И не понимают Взаимосвязи Потому что у нас почему-то Политология Преподается очень поздно И преподается очень глупо И тупо Мой препод По политологии В университете Был абсолютным дебилом Я вообще От него Ничего не узнал О политике Вообще Ноль Я не помню Чего он базарил Полностью какую-то хуйту Даже Тупо себе Которую он выдавал Насколько я помню Он по нему Ничего не спрашивал И в принципе Это было таким Белым билетиком Для зачета Который просто лежал У тебя в кармане Тебе нужно было помнить Просто автора Так вот Люди Ну общество Как правило Не разбираются в политике Потому что политики У нас не обучают Потому что народ Должен быть более тупым И слабошарящим Дабы не уметь Предъявлять претензии Государство должно обеспечивать Безопасность Законность И человеческие права И свободы А граждане В свою очередь Должны соблюдать обязанности Так вот Те люди Которые меня обвиняли В том что я Критикую власть В ситуации С Кемерово Немножко не догоняют Как все работает На самом деле И почему стоит Винить того же Тулеева И того же Путина Ту же Единую Россию Отдаленно Винить Естественно Это не они Подожгли Не они закрывали двери Но Законоверность И приводит К ним А тема Следующая Та халатность И Безнаказанность Коррупции Которая Создалась При Оправлении Владимирова Владимировича Она Порождает Абсолютную Безнаказанность По всей Вертикали Власти Более Нижняя чень Думает Почему Если Высшему Это позволено Мне нельзя И так По лестнике вниз Безнаказанность Таким образом Прежде Чем Дети Горели В Кемерово Какой-то Ублюдок Пришел К Пожарникам Точнее не к пожарникам Там была ситуация другая Там же Бизнес признали Малым бизнесом Огромный децепт признают Малым бизнесом Скорее всего это было в налоговой И он приходит Такой Александр Васильевич Подпишите Ну подпишите Пожалуйста Александр Васильевич Почесывая пузико Заметив на нем пропажу Несколько Грамм жира Берет И подписывает А после этого Пожарная инспекция Не проверяет Не проверяет Безопасность И не реагирует В течение Шести дней Шести дней На отключенную Сигнализацию Поэтому Я настоятельно рекомендую Людям В принципе Увлекаться Увлекаться Изучать И принимать Активные Действия В политической жизни Страны Потому что политика Это русло По которому течет Река социума Мы действуем в рамках Тех правил Которые Накладывают те лица Которые якобы Должны быть избираемы Только Губернаторы у нас Назначаемые Судьи назначаемые В думе сидит 52 или 54 Я точно не помню Проценты ядра Путинской партии Таким образом Получается ситуация Что любой указ Единой России Правящей партией Главной партией По сути у нас Единопартийная система Государства Либо Путина Будет принят Любой закон Потому что Есть три ветви власти И они должны Друг друга сдерживать Путинская Россия Сделала так Что эти три ветви власти Объединились в одну И демократии В нашей стране не стало Поэтому любая Гражданская деятельность Нас пресекается Привожу в пример А Давыдовича Который Ловил банду ГТА Собрал 40 автомобилей Насколько я помню И поехал По Московской области Если кто не помнит Или не знает Банда ГТА Это Банда бандитов Маньяков Которые Расстреливали машины На территории Московской области И Москвы На трассах И Давыдович Автомобильный блогер Если кто уже забыл Или не помнит Который Собрал 40 машин И поехал Ловить на живца На живца Они не словили Но в итоге Помогли Поймать Банду ГТА И выйти на них В принципе И совместно с этим Он Вел еще один проект Я не помню его название Но в общем Он ловил на взятках ДПСников И в итоге Он вышел на главу ГИБДД Московского района Москвы Спалил его На взяточнистве На Ну это уже его личное дело Там на постельных Делах Ну и получил Пизды с тела Вспоминаем Тесака Который ловил педофилов А в итоге ловил Барыг Ну потому что Кроме как ловить барыг Ему особо и нечего было делать Потому что выходить На крупных поставщиков Это Ну верная смерть Ну по крайней мере Какую-то Толику Снижения наркотрафика Он привнес Да он был в 90-х Ебанутым нацистом В итоге Присмотрел свои идеи Занялся Общественно полезной деятельностью Которой не занималось государство И тоже посажен На 11 лет К сведению Тесака посадил Навальный На 4 года А нынешняя посадка К Навальному не имеет Никакого отношения Так вот что я хочу сказать Вот эти все слова Насчет того Что просто помолчите Или не скидывайте вину На правительство Это все Слова Рыбов Людей Которые все время ждут Что за них что-то решат Вы живете не при коммунизме Вы живете не в общине Вы Ну по сути Законно Как мы рождались И обучались Живем в демократическом обществе А демократическое общество Строит себя само Поэтому Я советую Всем кто Мне такие вещи Высказывает Завалите Бала Кто Мне такие вещи Высказывает Завалите Бала И открыть его Когда За этим ебаленьком Вот здесь вот Вот здесь вот Бояются знания Потому что То дерьмо Которое на меня вылилось В течении нескольких дней От людей Оно Порождается только Безалаберностью Образовательной системы Безалаберностью Воспитания родителей И абсолютным Нулевым Интересом К тому что Происходит вокруг Что я хочу сказать В итоге По всей этой ситуации Насчет Волоколамска Я бы мог поговорить Но это было бы очень долго Я думаю что Я думаю что Каждому из вас Стоит Для начала Хотя бы Посмотреть на политический Компас Его изучить Оттуда уже Шагать дальше Вот сейчас у меня Вот здесь в трансляции Очень много Молодых людей Я хочу Чтобы вы усекли Одну Важную вещь Когда Эти все старики Наверху Передохнут Распиздят Все что можно Распиздят Золотовалютный запас Распитарасит Часть активов Государственных Предприятий Выведут за границу И Вместе с их уходом Произойдет огромный Отток денег Страна останется В наших руках И тот пиздец Который будет Преследовать вас От него Вы уже никуда Не убежите Ну кроме как Эмиграции Кто хочет Пожалуйста Это ваше право Но для тех Кто остается здесь Кроме вас В этом виноват Никто не будет Одна фраза Которая должна Вам объяснить все В плане вашего Отношения К властям Какую эту власть Дали мы народ Они о ней взяли Русские не знают Что делать с президентом Но прекрасно помнят Что делать с царем В общем Думаю на этом я могу Закончить свою мысль А то я могу еще очень долго Разговаривать Теперь я почитаю реплай Ваши ответы Повестка выйдет 1 апреля Да Я не смог ее убрать Из магазинов Сейчас секунду ЛДЖЕЯ Не мой бит ЛДЖЕЯ Я участвовал В его создании Но написал бит Не я Написал его Тандерсикс Рощев привет Да пускай пишут Я с удовольствием Отвечу Идиотом Привет Горич студия Гольнов Аморал Вот мое мнение Но Это результат того Что его Никто пиздов не выписал Я не думаю Что он достоин суда Я думаю Что он достоин пиздов Ребята свои Я сейчас заебусь Сейчас важная тема обсуждается Я хочу посмотреть Что люди пишут Не думаю Что Грюзи пропала Я думаю Что Грюзи просто сейчас Ушла из сети На небольшой период Вторая повестка Пиже чем первая Спрашивают Это Каждый сам для себя решит Не знаю А что Что вы спрашиваете Про повестку Ребят Ну Выйдет 1 апреля Тогда поговорим Сейчас мне о повестке Вообще говорить не хочется ну пишет, чувак дебил ничего не может написать больше девушки узнал, что в Воронеже половина сигнала подключена, да, создали кстати, бот в телеграме который который вы можете скидывать закрытые двери верные проемы в торговых центрах, в всяких общественных местах и люди будут отправлять эти фотографии в прокуратуру, вместо с адресами скидывать, типа он называется открой дверь бот, ну на транслите с Мироном много о чем говорили господи, что за глупый вопрос насчет того, что сменилось что-нибудь после царя в России конечно сменилось до хуя чего обичастная собственность и ни о чем не говорит конечно, она такая призрачная у нас но тем не менее рон смотри, есть такое название для политической ситуации в России как гибридный режим, смотри, а как выходить из него на твой взгляд, мне как политологу интересно, я считаю, что у нас есть последний рубеж легитимный это партийные выборы выборы в Думу нужно создавать новую партию адекватных людей которые выступают за свободный рынок и регулируемость власти свободу слова и так далее и ее продвигать если не отвоевать у единой России большинство в Думе ничего не выйдет это дальше будет полная монархия точнее, тоталитаризм вот а второй сценарий который позволит из этого выйти никому не понравится второй сценарий который позволит из этого выйти никому не понравится но, к сожалению, он произойдет если первого условия не будет соблюдено да, мое отношение к Бамблбизе поменялось я думаю бесповоротно я не сохраняю трансляцию я не планирую уезжать из России если мне потребуется сесть в России я сяду в России молодых и отбитых вот-вот чувак спрашивает хороший вопрос задал кстати как бороться именно с молодыми отбитыми ботанами общайтесь с ними заставляйте их читать литературу заставляйте их осмотреть на другие точки зрения открывайте дебаты скидывайте им различные ролики причем в абсолютно разных позициях важно, чтобы у них выработалась грамотность потому что когда у человека появляется грамотность политическая он уже может анализировать в принципе процессы, которые происходят в стране потому что он понимает как они функционируют два ты, как правило, не понимают как функционирует государство абсолютно все нам говорят про то, что у нас замечательная внешняя политика а сейчас 27 стран выслал нахуй дипломатов российских мы сейчас попадем в такую изоляцию что будем в крайне большой жопе благодаря, блять, внешней политике я, допустим, не понимаю одной хуйни я не понимаю, почему нельзя провести ну, второй референдум в Крыму дабы исполнить Минские соглашения и избавиться от санкций я не думаю, что если объявить за месяц референдуме а за месяц или прозападные силы или российские силы успеют провести какую-то пропаганду люди сами выберут и я думаю, что они выберут Россию на самом деле вот я не понимаю, почему этого не происходит я думаю, что этого не происходит просто из-за эго Путина как-то так ну, как вы просто подумайте почему этого не делается иллюстрации необходимы, да естественно, просто отстранение людей профнепригодных от государственной деятельности то есть просто мы убираем всех чиновников больших и выбираем что важно, выбираем двух людей насчет пиздов как считаешь, улица до сих пор актуальна говорить как рассадник криминала нет, улица не рассадник криминала больше вот люди сыплят оскорблениями у вас ноль интеллекта и ноль образования вы нихуя сказать не можете а я вас в рот ебал какие-то проблемы можешь меня лично выхватывать и тебя лично в рот выебу да, короче, это не крымлеботы это обычные люди я же тебе говорю, люди тупые промыли мозги их точнее, не промыли мозги их не научили ничему они образовывались как исполнительный исполнительный класс людей которые всегда будут работать на кого-то служить кому-то выслуживаться и отдавать свою жизнь и решение в своей жизни в руки другим людям я не думаю, что траур в соцсетях показуха потому что действительно было борисно оскорбляйте у кого нет интеллекта я вас в рот ебал на сет чувак, перед этим я по-моему достаточно конструктивно и подробно доказал свою хотя бы минимальную ориентированность в сабже поэтому я думаю я свободно могу их ебать в рот у меня легитимное право их ебать в рот конституционное право ебать в рот тупых людей я им перед этим распинался и объяснял всю закономерность произошедшего они мне пишут идиот без ноль аргументации поэтому я думаю у меня конституционное право ебать в рот тупых людей я думаю, что чувак который поменял свое мнение который потерял семью это очень трусливый чувак к сожалению ну сначала у него естественно на фоне ненависти и злости и горя был порыв смелости но когда представьте вы потеряли семью вы приходите на площадь и вице-мэр говорит вам вы пришли сюда попиариться я бы там на месте разъебал ему ебало а человек который потерял пяти членов семьи этого не сделал потому что он воспитанник этой системы потому что он боится я думаю его запугали ну или как-то грамотно объяснили что не стоит гнать выход людей на улицу ничего не значит перекрытие мусоровозов в Волоколамске что-то значит и люди добиваются потому что закрывают у них свалку а просто поставить на улице это ни к чему не приведет ребят вот насчет концертов я сказал завтра будет подгон оппозиция не создает коалицию потому что вся оппозиция это тусовочка ну либо Навальный очень хорошо скрывается и не показывает свои причастности к ней либо Навальный действительно очень эгоцентричный человек система никогда не позволит себя уничтожить снаружи ну бескровно по крайней мере но система хорошо уничтожается изнутри поэтому если бы Навальный даже при тусовочности Собчак объединился с ней он бы мог хоть какие-то либеральные идеи толкать но в итоге он лишился любой возможности типа понимаете он недорадикал недолиберал потому что если бы он был максимально радикальным он бы думал не о том как бы побеждать на выборах он думал бы о том как после люстрации чиновников разбираться с силовиками потому что это самый главный вопрос как убедить силовиков создать гражданское общество опять-таки ненасильственным методом потому что что бы обо мне там не думали я и не хочу насилия ни в коем случае мы знаем к чему это приводило у кого больше оружия тот и побеждает в итоге а у силовиков очень много оружия кроме насилия я писал выход нужно создавать партию ебашить нахуй единую Россию из большинства как в демократическом государстве блять дума которая должна быть сдерживающим органом сдерживающим президентскую и судебную власть как дума может иметь 52 я не помню или 54 процента единой России партии полностью поддерживающей президента как в демократическом государстве это может быть нас все три ветви власти срослись в одну первый вариант с партией ну когда у нас выборов думаю вот я не помню ее нужно прямо сейчас делать вот опять человек пишет долбоеб у тебя есть аргументы ми хали 40 71 или ты сам долбоеб и у тебя 0 аргументов и я тебя в рот ебал нет убийство не надо допускать крови по крайней ну блять нет нельзя объясняю еще раз нельзя допускать крови потому что есть силовики ребят что за херню несете не будьте вы мамкиными революционерами блять даже при условии что там российское гражданское общество ебнется и начнет выкидывать чиновников издания придет Росгвардия нахуй расстреляет все к хуям собачьим даже если у российских партизанок кажется оружие их все равно задает это бессмысленно кровь бессмысленно в нынешнем положении вещей только по крайней мере последний рубеж надежды это какая-то партия по крайней мере сейчас или окошко которое образуется после того как Путин уйдет я думаю что после этого срока он уже уйдет просто путинская власть ставит нас в крайне неудобное положение потому что если запад действительно ебнется и все-таки решит конкретно решит проводить оранжевую революцию в нашей стране нам тоже не сдобровать я не хочу чтобы западники блять вставали здесь вообще не хочу ни в коем случае мы тут так же рабами окажемся как Евросоюз и получается с одной стороны путинская власть и силовики которые не позволят ей развалиться с другой стороны ебаный запад и в итоге русский человек оказывается между молотом и наковальней поэтому я думаю что единственный способ легитимно решить этот вопрос это ебашить партию отвоевывать нахуй голоса отвоевывать пропихиваться в думу и регулировать действия остальных двух властей если этого не произойдет если это не сработает конкретно Путину в думе и судебной власти и плюс исполнительной придется открыто признать что у нас не демократия а если они это открыто признают они прыгут западу потому что сейчас сразу же припрется со своей демократией с той самой ювиальной юстицией которая убивает детей ну то есть когда детям запрещают какие-то лекарства определенные там виды операции экспериментального лечения которые помогли бы выжить ну то есть короче западный либерализм это хуйня собачья меня зовут Рома я не считаю что многие проблемы от запада ни в коем случае я говорю то что мы оказываемся между двумя агрессорами в данном случае между путинской властью и между западниками если западники просекут открыто то что блять у нас здесь нет демократии они припрутся своей демократией блять это ебаная война она нахуй никому не нужна а если не противостоять путинской власти у нас происходит то что происходит таким образом единственный вариант сейчас это ебашить в думу с новой партией которая восстановит баланс по крайней мере в ней по крайней мере нужно отвоевать процентов 30 потому что если отвоевать процентов 30 в устоявшемся процентном соотношении единая россия также получит 30 процентов можно будет тогда вести реальную ну не двойственную конечно олигополическую наверное можно сказать политику свои баллы закрой нахуй я закрою давай блять попробуй приедь мне закрой чувак я тебе в натуре твою ебалу просто закрою до ног твоих иди нахуй Валентина Разоренова тоже идиот вы пишите аргументы если вы не будете писать аргументы вы долбоебы потому что я здесь по полочкам раскладываю поступательно свою логическую цепь от и до вы пишете оскорбления которые ничем не подкрепляются таким образом вы балаболы как к вам я и люди которые находятся в комментах должны относиться как балаболом пиздоболом необразованным людям это Навальному не дают зарегистрировать партию а кому-нибудь дадут ты дурной строит непонятно что новое на обломках прошлого где я сказал блять об обломках я сказал о партии новой где я сказал об обломках ёбаный рот блять я же говорю люди тупые я вот сейчас распинаюсь уже которые ну которые раз блять какому Илье Рощев ответить я не понимаю какому Илье ответить и как не обращать внимание на долбоебов ребят я просто хочу чтобы долбоебы понимали что они долбоебы образовывались и примыкали к гражданскому обществу зачем игнорировать тупое большинство если тупое большинство можно сделать мыслящим большинство сейчас поставлю соня разберемся после эфира окей я не могу быть инициатором создания партии я слишком молод для этого мне должно исполниться 35 лет ну 300 примерно плюс я хочу расширить свои познания в принципе насчет политики и экономики чтобы максимально грамотно приходить максимально подкованно плюс нужно очень много истории перерывать чтобы анализировать и на ее на каких-то исторических процессах делать выводы а я допустим не помню даже имени руководящего спецотрядом в Беслане который вел переговоры с террористами в итоге не довел а я должен это знать чтобы конвектив думал понимаете нахуй логики у нихуя не воспринимает нормальную критику его идеи вот чувак смотри Илья Григореев давай напиши свою критику я жду твой коммент коммунисты не достойны будущего коммунисты забирают все у людей я не верующий человек ну я верю в божественную матрицу можете почитать что это такое это вполне рациональное объяснение веры для меня в экономику придут молодые не как Гайдар Гайдар был все-таки воспитанником советского государства хоть и свежими учениями но тем не менее у него не доработала голова в свое время и только потому что он был изолирован ну от информации и очень легко знаете постфактум судить Гайдара но если бы любой из вас оказался навести Гайдара в той ситуации которая была в стране тогда это был бы пиздец самая смешная еще одна из тем которую я постараюсь тоже освещать это то что очень часто сравнивают вот Ельцин алкоголик блять возьмите Путина поставьте его на место Ельцина и он бы был вторым Ельцином таким же при том что происходило в стране тогда любой был бы Ельцин или хуже вон опять люди пишут долбаюся я ваше мнение в рот ебал у вас ноль аргументов вы просто тупые свиньи никчемные у меня нет контента со световым но вряд ли он будет пиатая пиатая всякую хуйню пишет мне просто интересно зачем